Коллеги, здравствуйте! Очень рады, что все-таки наше мероприятие состоялось хотя бы в онлайн-формате. Меня зовут Ирина Орлова-Панина, я партнер компании «Некторов Савельев и Партнеры», руковожу практикой по налогам и налоговым спорам. Сегодня мы с моей коллегой Марией Чуриковой, старшим юристом налоговой практики, расскажем о том, что же ждать от налоговой жизни и взаимодействия с налоговыми органами, в 2020 году. На что обратить внимание? Какие существуют риски? Какие сейчас тренды? Очень надеемся, что информация будет максимально полезной и максимально применимой для вашего бизнеса. Коллеги, здравствуйте! Очень рада сегодня вас приветствовать. Очень рада, что данное мероприятие состоялось в таком интересном формате. Меня зовут Мария Чурикова, я старший юрист адвокатского бюро «Некторов Савельев и Партнеры». Занимаюсь непосредственно на ежедневной основе взаимодействием с налоговыми органами, разрешением налоговых споров и очень надеемся, что та информация, которую мы сегодня с вами поделимся, будет для вас максимально применима в вашей непростой повседневной жизни и при взаимодействии с налоговыми органами. Коллеги, сегодня о чем мы будем разговаривать по налоговым вопросам? О нескольких очень важных вещах. О том, что в принципе сейчас происходит в налоговых органах, как происходят проверки, что нужно иметь в виду, когда вы общаетесь с налоговыми органами. А также очень детально поговорим про то, как проходят контрольные мероприятия, те, которые сейчас в основном тренде у налоговых органов, как на них реагировать, как защищать свои права. Поговорим об истребовании документов, о требованиях, которые приходят к налогоплательщикам, как реагировать, что делать, что давать, что не давать. Поговорим о допросах свидетелей. Сейчас это один из хитов в контрольных мероприятиях налогового органа. Хотя вот не знаю, сегодня прошла информация о том, что ФНС в связи с коронавирусом, возможно, пока приостановит какие-то контрольные мероприятия, связанные с взаимодействием с налогоплательщиками и другими людьми. Поэтому не знаю, посмотрим, как будут развиваться события, но, тем не менее, предупрежден, значит вооружен. Будете знать, как себя вести, на что обращать внимание. Поговорим про экспертизу, поговорим про выемку и поговорим о том, что же сейчас у нас происходит в судебной системе, как судятся по налогам, на что нужно обращать внимание и нужно ли, в принципе, идти в суд, а если нужно, как к этому готовиться. И вначале немножко статистики о том, как же, что мы сейчас видим с вами в системе налоговых органов, как это происходит. Смотрите, на слайдах вы увидите о том информацию, это открытая абсолютная информация, ФНС ее публикует каждый год. На слайде вы увидите информацию за 2019 год, что мы там с вами видим. Мы видим информацию о том, что количество налоговых проверок выездных сократилось, по сравнению с предыдущим периодом, на 34%. Вроде бы хочется вздохнуть с облегчением и сказать, ну отлично, теперь проверяют еще меньше, до нас дел не дойдет. Но, к сожалению, это просто контрольные формы мимикрируют немножко в другие варианты. То есть, да, выездных проверок становится меньше, но контрольных мероприятий и контрольного взаимодействия с налогоплательщиком не становится меньше, по крайней мере, по нашему опыту. Он просто приобретает немножко другие формы. Что по статистике по собираемости налогов и по доначислению? ФНС приводит сумму, что средняя сумма доначислений – это около 22 миллионов рублей. Это, понятное дело, средняя температура больницы, потому что есть как гораздо большие суммы доначислений, когда мы в актах видим 400, 500 миллионов рублей, 200 миллионов рублей, так и какие-то, скажем так, малышовые доначисления, там порядка 10 миллионов рублей. Но в целом вот статистика выдается именно ФНС в таком формате, что это около 22 миллионов рублей. Из печального, что мы видим, это то, что как сейчас суды, как арбитражные суды смотрят налоговые кейсы и в чью же пользу они разрешаются. Разрешаются они вот в большинстве своем, это по практически 72%, в пользу налоговых органов. И это связано со многими вещами, и в частности с тем, как налогоплательщики проходят проверку, как они готовятся к проверке и как они готовят свои доказательства, свою доказательную базу. Поэтому об этом поговорим. Как же все-таки попасть в тот процент счастливчиков, которым все-таки удается отстоять свою позицию в суде? Будем говорить. Страшная цифра 345 миллиардов рублей – это деньги, которые поступили в бюджет по результатам контрольно-аналитической работы. Что такое контрольно-аналитическая работа? Это две составляющих. Это как проверки, так и работа по предварительному, предпроверочному анализу, когда налогоплательщик по результатам некоего взаимодействия с налоговым органом добровольно корректирует свои обязательства и подает уточненную декларацию, доплачивает налог, а налоговый орган отдыхает и не выходит на налоговую проверку. Вот сейчас фокус Федеральной налоговой службы, он действительно идет в сторону вот этого контрольного предпроверочного анализа. За нем у нас прям будет отдельная секция, чтобы вы понимали, что это такое, с чем его едят и готовят, и как на него реагировать. Но что важно, что из вот этих 345 миллиардов рублей, из 345 миллиардов рублей по результатам контрольного, вот этого предварительного анализа, поступает в бюджет порядка 200 миллиардов. То есть это суммы астрономические. То есть мне даже тяжело представить, что это за сумма, которая таким образом поступает в бюджет. Как налоговики это делают? Как они уговаривают налогоплательщиков скорректировать свои налоговые обязательства? Для этого у них есть все возможные технические средства, которых в принципе у простых смертных налогоплательщиков нет. Во-первых, это система ISK-НДС-2. То есть это тот монстр, который помогает в режиме реального времени отслеживать цепочки взаимодействия между контрагентами и, соответственно, выявлять разрывы в НДСе. Это, соответственно, налоговый мониторинг, который, опять же, позволяет налоговым органам с крупнейшими налогоплательщиками общаться в режиме онлайн и смотреть, как они ведут свои операции. Ну и, конечно же, это в принципе все технологии, которые имеются у налогового органа. Это и запросы информации, это палатные базы данных. То есть это тот массив информации, который ведется, работа с которым ведется в кабинете у налогового органа и с результатами которого они как раз потом и выходят на беседу к налогоплательщику о том, скорректировать или не скорректировать свои налоговые обязательства. И что еще влияет на тренды, что сейчас мы видим в работе с налоговыми органами, это, конечно же, создание отраслевой экспертизы. То есть инспекции становятся более подкованными в определенных вещах, будь это ритейл, или будь это туризм, будь это нефть и газ. То есть нарабатывается экспертиза и идея, соответственно, какая. Наработали экспертизу на одном налогоплательщике, попробуем обкатать ее на всех остальных. Это нужно иметь в виду, что налоговые органы действительно становятся максимально подготовленными к работе с той или иной отраслью. Какие же основные тренды? Что нужно учитывать, когда идет взаимодействие с налоговым органом? В первую очередь, как я уже сказала, создание отраслевых инспекций, создание экспертиз. И в целом уровень экспертизы, конечно же, у налоговых органов он существенно подрос. Потому что если, наверное, лет 5-7 назад налогоплательщики занимали позицию, что о чем вообще можно разговаривать с инспекторами, мы подождем, пока сейчас пройдет проверка, потом посмотрим, как пройдут возражения, напишем что-нибудь в апелляционной жалобе, а потом-то вот все наши уже свои важные и нужные доказательства, основную базу мы принесем в суд, и суд это будет решать. Вот, к сожалению, сейчас нужно иметь в виду, что это не работает, потому что налоговики и судьи, они действительно как бы нацелены на то, чтобы это все не доходило. То есть нагрузка на судей, она должна быть меньше. Поэтому уровень экспертизы растет, нужно это понимать, нужно готовиться и нужно работать с налоговым органом, даже не то, что в налоговую проверку, нужно начинать работать задолго до налоговой проверки. То есть когда у нас спрашивает клиент, а когда же мне начинать коммуницировать, мы говорим, вот как только вы получили информационное письмо, где вас просят предоставить какую-то информацию, и это является первым шагом предпроверочного анализа, вот тогда-то и начинайте коммуницировать. Это действительно то, что нужно. Что еще нужно иметь в виду? Если раньше налоговые органы смотрели на операцию в формате, вот мы ее посмотрим, как она, что же это за операция сама по себе? Сейчас такой формат не работает. Операции смотрят в совокупности, на всю деятельность налогоплательщика, на все операции. И, соответственно, если в какой-то, и пытаются, скажем так, разложить, сделать картинку сверху, посмотреть, как эта операция влияет на весь бизнес налогоплательщика, то есть чтобы это было не одно точечное решение, а посмотреть, как же действительно налогоплательщик использует те или иные преимущества, свои активы, еще что-то такое, связанное с деятельностью в целом. Это нужно иметь в виду, потому что, когда рассказываете налоговому органу о какой-то операции, нужно иметь в виду, что смотреть будут не только на эту операцию, а в целом на цепочку взаимодействия и как это складывается. Еще один из основных трендов – это все, что связано с поиском умысла, умышленного совершения налоговых правонарушений. Вот по личному опыту за 2019 год, наверное, можно сказать, что каждый второй акт по результатам проверки – это акт, проверка, по которой начисляется штраф в размере 40%. То есть налоговый орган целенаправленно пытается найти те доказательства, которые могли бы сказать, что то, что делал налогоплательщик в проверяемом периоде, оно было совершено с умыслом. Об этом тоже будем с вами подробно говорить, как на это реагировать, на что обращать внимание и как налоговые органы собирают вот эту информацию. И что важно, уже об этом вскользь сказала, что сейчас тренд на досудебное урегулирование налоговых споров. Статистику вы все видели по судам. Она не очень утешительная для налогоплательщиков. И опять же, когда нам клиент спрашивает, а что же делать, наш основной ответ – работать с налоговым органом в проверку и на досудебной стадии налогового спора, включая обращение в Федеральную налоговую службу. Потому что вероятность того, что в суде удастся отстоять свои права, она действительно достаточно маленькая. Поэтому это нужно иметь в виду. Итак, как же налоговые органы собирают те доказательства, которые они потом используют как по результатам проверки, так и по результатам предпроверочного анализа? Первое – это, конечно же, истребование документов и информации. Истребование документов и информации, оно может быть в разных вариантах. Мы отдельно, когда будем говорить про предпроверочный анализ, поговорим именно про истребование документов в предпроверочном анализе. Сейчас поговорим о вариантах, когда это идет проверка или когда идет проверка у вашего контрагента. Вот давайте поговорим, наверное, первое и основное, когда идет проверка вашего контрагента, и вы получаете требование о том, что вам нужно представить информацию по сделкам с данным контрагентом. Это у нас с вами статья 93.1. Что нужно иметь в виду? Ну, не обязательно, можно делать так, чтобы предоставлять не все документы, потому что на что жалуются налогоплательщики. Мы и так тут целыми днями печатаем документы, еще вот по встречным проверкам сейчас надо предоставлять много документов. Из таких лайфхаков что можно использовать? Используйте реестр документов. Вы можете в первую очередь представить налоговым органам реестр документов, сказать что, и представить несколько примеров. Например, за месяц, за квартал, за полугодие. И потом сказать, что, уважаемый налоговый орган, в случае необходимости мы готовы предоставить и все другие документы. Просто они однотипные, у нас нет возможности копировать все эти документы. В большинстве случаев это действительно спасает налогоплательщиков, особенно некрупный бизнес, в котором люди не могут себе позволить с утра до вечера стоять у ксерокса и печатать эти документы. Что еще важно? Обязательно смотрите на сроки предоставления документов. И если вы понимаете, что, получив требования, что вы не справитесь, объем большой или у вас там какие-то накладки технические, обязательно просите у налогового органа продление сроков предоставления документов. Что важно? Это нужно сделать обязательно, не позднее следующего дня, за днем получения требования. Вы пишете в свободной форме просьбу к налоговому органу, что вы хотите предоставить документы. У вас нет возможности предоставить документы к указанному сроку, но вы готовы их предоставить позже и указать этот срок. В большинстве случаев налоговые органы идут навстречу налогоплательщикам и разрешают предоставить эти документы позже. Даже если вам вдруг по каким-то причинам не разрешили представить эти документы позже, в дальнейшем, если вдруг налоговый орган решит вас привлекать к ответственности за несвоевременное представление документов, вот такое письмо можно будет использовать в качестве инструмента, аргумента в пользу того, что вас не надо привлекать к ответственности, или как минимум эта ответственность должна быть сокращена. Это то, что касается истребования документов у вас как у контрагента. Если же вам направляют требования в рамках проверки, опять же, обычно сейчас требования становятся максимально объемными, максимально обширная информация запрашивается. Точно так же сначала мы с вами оцениваем, насколько вы готовы и можете представить информацию в указанные сроки, потому что в большинстве случаев сейчас это действительно нереально представить документы в указанные сроки в требовании. Просите продление. Дальше начинаете смотреть, что вы можете предоставить, в каком формате, что нужно иметь в виду. Очень часто налоговый орган просит налогоплательщика представить информацию в том или ином виде. Например, сделать таблицу Excel с определенными колонками, с определенными графами, чтобы была определенная информация, удобная налоговому органу для анализа. Вот тут на что нужно иметь в виду, что в целом вы не обязаны предоставлять информацию именно в том формате, в котором ее требует налоговый орган. Вы можете совершенно спокойно представить информацию в том формате, который у вас есть. То есть вам не надо тратить время на создание какой-то определенной выгрузки определенного формата. Нужно дать то, что у вас есть. Проверяете, относится ли это к периоду проверки, нужно это предоставлять, не нужно. Какие-то вещи очень часто, например, пытаются спросить, если там работали с консультантами, предоставьте акт, договор и, например, саму консультацию. Конечно же, не нужно выдавать налоговому органу результаты вашей консультации. Все-таки это не подтверждение факта оказания услуг. У вас подтверждение факта оказания услуг, это все-таки акт об оказании услуг. Это тоже нужно иметь в виду. Это то, что касается истребования документов. Следующее контрольное мероприятие, это, наверное, сейчас в топе у налоговых органов, это допрос свидетелей. И что нужно иметь в виду? Если раньше фокус происходил в допросе на сотрудника контрагентов, то сейчас фокус на допрос собственных сотрудников или бывших сотрудников. Допрос – это прям вот такой ход-топик, у нас о нем прям отдельный будет рассказ чуть дальше, потому что это действительно то, за что сейчас налоговый орган активно цепляется. Они даже говорят, у нас есть определенный KPI по количеству людей, которые мы должны допросить. Для чего это делается? Чтобы получить максимально информацию из первых уст, из первых рук и сравнить с тем, что написано у налогоплательщиков в документах. Поэтому об этом будем говорить очень подробно и действительно это важно. Следующее контрольное мероприятие – это привлечение эксперта и специалиста. Когда налоговый орган понимает, что ему нужна какая-то техническая позиция, нужны какие-то специальные знания, и чтобы самим не изобретать велосипед, они привлекают эксперта. Об эксперте-специалисте тоже будем с вами разговаривать очень подробно. Почему это важно? Потому что действительно, если, например, взять ситуацию 5-6 лет назад, когда назначалась экспертиза, налогоплательщик просто подписывал, что называется, неглядя постановление назначения экспертизы и уходил, что называется, в освоясь, и потом когда-то ознакомился с результатами экспертизы и ознакомился с тем, что же там налоговый орган собирал. Сейчас такое поведение, оно, скажем так, фатальное и недопустимое, и поэтому будем говорить с вами о том, как же работать с экспертом, со специалистом немножко сложнее, но тоже есть варианты работы. Об этом будем с вами говорить. Еще что важно – международный запрос информации. Если у вас есть иностранный контрагент, которому вы что-то платите за границу, что нужно иметь в виду, сейчас мы с вами живем в очень прозрачном и в очень прозрачном мире, который на расстоянии, что называется, вытянутой руки, звонка одного клика, налоговый орган получает информацию от иностранных банков, из иностранных налоговых служб, от иностранных контрагентов. Это все сейчас уже есть очень активно в судебной практике, это можно увидеть, если раньше не все страны отвечали на запросы или отвечали через раз, то сейчас обмен информацией действительно налажен, и все ваши банковские выписки, все будет как на ладони, это все налоговый орган будет использовать при работе. Это нужно иметь в виду, поэтому подход о том, что, а, там наш контрагент, все равно ничего с Кипра или там с БВА не ответят, ответят и отвечают налоговый орган, даже с Белиза отвечают, это вот нужно иметь в виду, это наша с вами сейчас такая данность. Но еще, что важно, еще есть такие мероприятия, как осмотр и выемка. Это тоже не очень приятные мероприятия налогового контроля, немножко стрессовые для налогоплательщика, но тут тоже нужно знать, что ищет налоговый орган, как он себя ведет и как себя вести, об этом тоже с вами поговорим. Так, что же мы с вами видим в судах, что у нас там происходит? Уже с вами отметили, что большинство у нас судебных дел решается в пользу налогового органа. О чем это говорит? О том, что к судебным делам нужно готовиться и действительно менять свою стратегию поведения, не дожидаться суда, не сидеть со своими доказательствами под мышкой и ожидать, когда же вы сможете это принести судье на блюдечке, нужно действовать очень и очень проактивно. Почему это нужно? Потому что, в принципе, судьи сейчас настолько перегружены делами, и они абсолютно не заинтересованы в том, чтобы проводить проверку за налоговый орган. То есть они смотрят дело по тем доказательствам, которые были собраны во время проверки. Если чего-то вы вдруг не показали налоговому органу, это будет использовано против вас. Суд, скорее всего, есть определенные судьи, которые, скажем так, очень часто отказывают в приобщении документов, именно тех, которые раньше не были показаны налоговому органу, суд, скорее всего, вам откажет. Поэтому это нужно иметь в виду. Суд не будет проводить проверку за налоговый орган. Это важно. Конечно же, у нас с вами формально бремя доказывания лежит на налоговом органе. И это всегда так воспринимается налогоплательщиками, что вот я тут сейчас сяду на лавочке, посижу, подожду, что же тут налоговый орган соберет против меня. Нужно иметь в виду, что по факту все-таки бремя доказывания лежит на налогоплательщике. Именно налогоплательщик должен доказать, что действительно все его транзакции имели деловую цель, что он был законопослушным и действительно действовал в полном соответствии с буквой закона. Это действительно нужно делать самим. И что еще очень важно, что любое какое-то ваше процессуальное упущение, нарушение, на которое вы не обратили внимания раньше, оно действительно уже в суде будет использовано против вас. Ну вот, например, в качестве такого самого стандартного, скажем так, нарушения, не нарушения, а упущения, которое может быть, это, например, вы просите допросить какого-то свидетеля, вызвать его в качестве свидетеля в суд, но при этом вы до этого либо вообще не пытались предложить налоговому органу допросить этого свидетеля, либо этот свидетель уклонялся и не давал показаний, и налоговый орган его искал с собаками, но не мог найти. Вот тут, скорее всего, судья скажет вам, ну, знаете, дорогой налогоплательщик, что же вы делали это во время проверки, надо было раньше. Или, например, экспертиза. Когда налоговый орган проводит экспертизу, а налогоплательщик, опять же, не предпринимает никаких действий и ведет себя так, ну, как будто бы экспертиза и не проводится. Налоговый орган проводит экспертизу, выдает свое заключение, налогоплательщик никак на него не возражает, не комментирует, а когда подходит время судиться, он приходит к судье и говорит, «Знаете, мне вот не нравится эксперт, кажется, он не очень хороший человек, и поэтому давайте сделаем повторную судебную экспертизу». Просит назначить экспертизу в суде. Это тоже, скорее всего, не сработает. Судья скажет, а почему же вы раньше не возражали? Поэтому вот это нужно иметь в виду. Это именно те нарушения, упущения, точнее, не нарушения, а упущения, на которые надо обращать внимание и фокусироваться во время проверки. Поэтому в целом вот такая рекомендация, как же не допустить того, чтобы вы попали в суд и еще в нем проиграли. Это надо делать такой умный контроль, профессиональный контроль за всеми контрольными мероприятиями налогового органа. Нужно стараться сотрудничать с налоговым органом, работать с ними в проверку, в предпроверочный анализ и вести их за собой, а не быть ведомыми. Поэтому вот это вам такой совет. Обращайтесь, пожалуйста, к профессионалам, которые знают, как себя вести, как взаимодействовать с налоговым органом и как выстраивать линию поведения, взаимоотношений с налоговым органом не только из ситуации, которая есть у вас сейчас, а из ситуации, которая, в принципе, будет по завершению проверки, когда вы пойдете в суд. Коллеги, обратите, пожалуйста, внимание, вынесли специально на отдельный слайд, потому что это действительно важно, когда вы готовитесь к обжалованию результатов проверки, когда вы проходите налоговую проверку. Как сделать так, чтобы, когда вы придете в суд, налоговый орган, суд вам не сказал, вы знаете, эти доказательства я принимать не буду. Обратите, пожалуйста, внимание на пункт 78 это 8-е постановление Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации. О чем в нем говорится? О том, что все доказательства, которые суд потом будет рассматривать в судебном процессе, они раскрываются по общему правилу на этапе проверки и досудебного обжалования. Это важно. Именно со ссылкой на этот пункт можно получить отказ при общении доказательств к материалам проверки, к материалам дела. Что говорят судьи? Мы не хотим проводить проверку за налоговый орган. Если вы почему-то по каким-то причинам не выдавали эти документы раньше, значит у вас были причины их не выдавать, были причины их скрывать. То есть это вот такое, скажем так, именно психологический заход суда, такое недоверие. Если вы не давали этого раньше, значит и сейчас мы это смотреть не будем, потому что мало ли что там. Ну и в целом, когда налогоплательщик во время проверки не дает никаких документов, а потом приносит тонны документов в суд, что говорит суд, вы в принципе злоупотребляете правом. То есть вы сначала не давали ни одного документа проверить, не давали налоговому органу возможности вынести справедливое обоснованное решение, сейчас вы с ним не согласны и требуете, скажем так, восстановления справедливости в суде. То есть вот на это нужно обращать внимание, потому что сейчас такие случаи, они действительно участились с тем, что суды не принимают документы. Поэтому обратите, пожалуйста, на это внимание, и когда планируете свою стратегию взаимодействия с налоговым органом, просто нужно стратегически понимать, когда, на каком этапе тот или иной документ отдавать. Да, вы можете его каким-то причинам не выдать проверку, но на стадии досудебного обжалования этот документ все-таки стоит раскрыть, просто нужно понимать на каком этапе. Коллеги, переходим к теме истребования документов в рамках налогового контроля. Тема очень интересная, и у нас очень часто наши клиенты спрашивают, а когда вообще начинается налоговый спор, когда начинать готовиться к баталии с налоговым органом. На самом деле налоговый спор у нас начинается уже не в рамках проверки, когда уже назначена выездная налоговая проверка, не в рамках передачи дела на рассмотрение в суд. Нет, на самом деле налоговый спор сейчас начинается на очень-очень раннем этапе, когда вы впервые получили от налогового органа требование о представлении документов или представлении пояснений. Что интересно сейчас происходит? Все мы уже привыкли отвечать на требования налогового органа, которые проходят в рамках НК, но иногда у нас наши налогоплательщики получают так называемые письма счастья, письма о требовании о представлении информации в рамках предпроверочного анализа. И на самом деле содержание этих писем, оно может быть самым разным. Иногда налоговый орган просто спрашивает и просит пояснить некие операции с конкретными контрагентами, а иногда налоговый орган сразу пишет, что, пожалуйста, посмотрите на эти операции налогоплательщик и примите, пожалуйста, решение о добровольном уточнении своих деклараций по налогу на прибыль, по НДС. Уберите, пожалуйста, операции с теми или иными сомнительными контрагентами. Вот давайте с вами разбираться, что же такое предпроверочный анализ и на основании чего он вообще появился в жизни налогоплательщиков. Коллеги, давайте разбираться, что же такое предпроверочный анализ. Вообще, очень часто наши клиенты так праведное негодование испытывают. А почему же я получаю какие-то требования от налогового органа, вот их мы даже в НК не можем найти, что это такое. Да еще и меня просят добровольно подать уточненную налоговую декларацию, где я должен отказаться от части своих вычетов, части расходов по налогу на прибыль. Разве это законно? На самом деле наш ответ – да. Это уже давным-давно правда нашей жизни. Налоговые органы могут такие требования направлять налогоплательщикам и могут просить их подумать над тем, чтобы самостоятельно скорректировать налоговые обязанности свои. Для чего это используется и вообще откуда это появилось? Это результат работы системы АСК НДС-2, когда налоговый орган очень подробно анализирует цепочки уплаты НДС в бюджет. И когда видит разрыв на какой-то цепочке, он обращается к одному из налогоплательщиков, который является основной частью этой цепочки, и просит пояснить операции с контрагентом, который, не дай бог, не заплатил НДС в бюджет, либо же о контрагентах этого контрагента. Соответственно, у нас налогоплательщик получает такое требование, как ему вести себя. Очень многие налогоплательщики совершают на данном этапе ошибку. Они говорят, ну раз мы не видим, что такое требование в рамках НК возможно, мы вообще будем его игнорировать, не будем с налоговым органом общаться на эту тему. Пусть вот приходят к нам в рамках выездной налоговой проверки, мы будем общаться с ним подробно, налоговая проверка хотя бы выездная, предусмотренная налоговым кодексом. Нет, на самом деле нужно начинать общаться с налоговым органом, нужно активно, так сказать, вырабатывать позицию по тому или иному вопросу уже в рамках предпроверочного анализа. Когда налоговый орган вас просит пояснить, и очень часто мы видим, что наши клиенты представляют налоговому органу достаточно подробные пояснения, мы помогаем нашим клиентам составить пояснения для налогового органа, помогаем подобрать документы, чтобы пояснить позицию налогоплательщика, и налоговый орган получает разумное объяснение от налогоплательщика, смотрят на его документы и понимают, да, действительно, налогоплательщик у нас не виноват в разрыве в цепочке уплат НДС. Да, действительно, нужно идти к какому-то другому контрагенту, на котором, возможно, лежит вина за неуплату НДС, но не на нашем налогоплательщике. Поэтому нужно себя активно вести уже на данном этапе налогоплательщикам, ни в коем случае не игнорировать такие послания от налогового органа. Нужно понимать, да, если налогоплательщик игнорирует такие послания, то в скором времени налоговый орган просто может открыть выездную налоговую проверку, и тогда это будет ответ не на одно требование налогового органа, да, а полный спектр контрольных мероприятий, которые у нас предусмотрены налоговым кодексом. Поэтому налогоплательщики у нас должны быть проактивными, активно, так скажем, сотрудничать с налоговым органом и уже на данном этапе доказывать обоснованность своей позиции по тому или иному вопросу. Что еще немаловажно, в рамках предпроверочного анализа может происходить не только запрос документов, информации, каких-либо пояснений, но также и вызов на допросы. К этому тоже нужно быть готовым. Многие наши клиенты ходят на допросы именно в рамках предпроверочного анализа, и уже на данном этапе налоговый орган снимает какие-то вопросы, ему не нужно выходить на выездную налоговую проверку и проводить более какую-то масштабную проверку налогоплательщика. Коллеги, переходим с вами к очень интересной теме. Это допрос свидетеля по статье 90 Налогового кодекса. Допрос в налоговом органе. Мне кажется, наверное, уже каждый налогоплательщик так или иначе столкнулся с этим мероприятием, получил свой положительный или негативный опыт. Наша задача сейчас с вами разобраться в этом мероприятии налогового контроля и научиться не бояться его, научиться вести себя правильно, научиться требовать соблюдения своих прав. Поэтому приступаем. Что нужно понимать? Статья 90, если мы ее откроем в Налоговом кодексе, она на самом деле такая очень короткая статья, но сколько она таит в себе вопросов и проблем. У нас на самом деле на тему допроса в налоговом органе есть целое мероприятие. Оно выросло неспроста, а выросло тогда у нас, когда наши клиенты столкнулись с такой ситуацией, что налоговый орган начал проводить масштабные допросы сотрудников в рамках проверки одного налогоплательщика. И мы увидели, что ни один свидетель не был готов к допросу. Не в том плане, что он не был готов отвечать по существу вопросов. Просто свидетели терялись и не могли вообще никакие пояснения дать налоговому органу. Они забывали какую-то информацию важную. Они, конечно, не знали ничего о своих правах и так далее. И чтобы устранить такой пробел, мы поняли, что на самом деле информированность – залог успеха при прохождении такой сложной процедуры, как допрос в налоговом органе. Если у нас свидетель информирован о порядке прохождения допроса, о своих правах, о своих обязанностях, то допрос проходит намного эффективнее как для налогового органа, так и для налогоплательщика. Потому что допрос, если кто уже сталкивался с допросом, это очень трудозатратная, стрессовая ситуация. Допросы не проходят очень быстро. Свидетели у нас устают, налоговые органы у нас устают. То есть по всем фронтам эта процедура очень-очень сложная, к ней нужно готовиться. Давайте начнем разбираться. Кто же у нас может быть свидетелем? На самом деле по статье 90 налогового кодекса свидетелем у нас может быть любое лицо, любое физическое лицо, которое обладает той или иной информацией, которую хочет получить налоговый орган. Очень часто у нас клиенты говорят, ну вот у нас на допрос вызвали сотрудников профильных отделов, к примеру. Что они могут сообщить по факту каких-либо операций, которые мы учли в налоговом учете? Наверное, на первый взгляд ничего. Но на самом деле тренд такой, что налоговые органы уже сейчас не стремятся допросить только руководителя организации или, например, только главного бухгалтера организации. Нет, налоговому органу сейчас интересно допросить свидетелей, которые руками делали те или иные операции, которые были ответственны за те или иные операции, которые принимали решения осуществлять или не осуществлять те или иные операции, которые могут рассказать о контрагентах, как они выбирались, как та или иная операция совершалась и так далее. То есть налоговый орган уже интересует такие детали, можно сказать. И поэтому у нас инспекторы стремятся допросить как можно больше людей из профильных департаментов в том числе, которые обладают максимум информации о той или иной операции. И мы сталкивались, вот я повторюсь, мы сталкивались как профессионал, как компания с такими ситуациями, когда, например, налоговый орган допрашивал в рамках проверки одного налогоплательщика свидетелей отделами или, например, цехами на производственных предприятиях. Это вообще очень масштабное мероприятие, допросить там 100 или 200 человек. На нашей практике, например, было такое, что, например, каждый сотрудник компании налогоплательщика получил повестку о вызове на допрос налоговый орган. То есть это беспрецедентные меры, которые налоговый орган готов предпринять ради осуществления полноценного налогового контроля. Нужно понимать, что процедура допроса, она очень урегулирована, что к ней нужно готовиться, хорошо знать свои права и обязанности. И, в общем-то, перед допросом свидетелю, скорее всего, налоговый орган предложит пояснение прав и обязанностей. Но, скорее, это формальность, скорее, нашему свидетелю нужно самому быть готовым к процедуре допроса, нежели ожидать, что налоговый орган его полноценно посвятит в его права и обязанности. Коллеги, к допросу нужно готовиться. Свидетели, которые ходят на допросы налогового органа, они должны быть полностью готовы к такому сложному мероприятию налогового контроля, как допрос, знать свои права и обязанности, знать, как проходит процедура допроса. Это очень и очень эффективно. Лучше бы, чтобы у нас свидетель пришел и дал соответствующие действительности показания, точные и полные, нежели у нас свидетель ушел, сказав налоговому органу, что он ничего не помнит или он может только представить какие-то некие предположения свои, точную информацию представить не может. Нет, к допросу нужно готовиться. Нововведение, которое у нас появилось, которое, так скажем, защищает права налогоплательщика, это то, что у нас копия протокола допроса теперь после допроса представляется на обязательной основе свидетелю. Раньше такого не было. То есть раньше у нас налогоплательщик мог узнать о том, что 200 его сотрудников сходили на допрос налогового органа только после того, как контрольные мероприятия завершатся, и он получит акт налоговой проверки. Да, и увидит, что налоговым органам были допрошены те или иные лица, они дали такие-то показания. Нет, теперь это все намного проще. Теперь у нас, если сотрудник сходил на допрос, то он принесет обязательно копию, если не откажется, конечно, от этого. Если посмотреть форму протокола допроса, да, теперь появились специальные графы, что у нас свидетель получил копию допроса, либо отказался от получения копии допроса. Нужно это помнить и нужно не забывать напоминать своим, например, сотрудникам, которые собираются пойти на допрос, чтобы они взяли копию протокола допроса. Нужно понимать, да, что у нас есть статья 51 Конституции, которая предполагает, что никто не обязан свидетельствовать против себя, своего близкого родственника и так далее. Но в то же время нужно понимать, как правильно пользоваться этой статьей, потому что мы видим, к сожалению, на практике негативные примеры использования статьи 51 Конституции, когда она свидетельна о все вопросы налогового органа, пытается ответить ссылкой на 51 статью Конституции. Это неэффективно и, более того, это может навредить налогоплательщику, потому что мы видим на практике, в том числе и в судебной практике, уже такие дела появляются, когда налогоплательщик прямо-таки противодействует налоговому контролю, и все свидетели, все сотрудники налогоплательщика, которые явились на допрос налогового органа, например, ответили на все вопросы, без исключения налогового органа, ссылкой на статью 51 Конституции. Это неправильно, да, ей нужно, если и пользоваться статьей 51 Конституции, то нужно пользоваться ею разумно, уж точно не отвечать на все вопросы. Ссылка на данную статью. Услуги переводчика. Да, очень часто бывает такое, что налоговый орган вызывает экспатов, которые являются сотрудниками налогоплательщика на допрос, они уже чувствуют дискомфорт, да, что их вызывают российские налоговые органы, как им быть. Совершенно четко нужно понимать, что им может быть представлена помощь и переводчика, и представителя. И если у нас какой-то свидетель, да, какое-то лицо испытывает проблемы с пониманием русского языка, потому что допрос будет проходить именно на русском языке в российских налоговых органах, если вот у нас какой-то свидетель не понимает русский язык, да, он обязательно должен сообщить об этом, еще лучше заранее обеспечить себе переводчика, который будет способен перевести вопросы на тему налогов, да, потому что не все у нас переводчики смогут квалифицированно сделать перевод именно в налоговом органе на специфическую тему налогов. Поэтому об этом нужно заботиться заранее. Свидетель вправе пользоваться услугами представителя. В этом положении есть, конечно, масса вопросов, которые возникают у наших клиентов и налогоплательщиков. Кто может быть представителем на допросе в налоговом органе? Может ли быть это только адвокат? Либо это может быть любой представитель? Ну, начнем с того, что адвокат, конечно, может быть представителем, свидетелем в налоговом органе с обычными юристами, которые не обладают статусом адвоката, немножко сложнее, но при грамотно составленной доверенности ваш представитель обязательно попадет с вами на допрос в налоговый орган. Тут просто есть свои тонкости. Нужно об этом позаботиться, о том, чтобы у вашего представителя была грамотно составленная доверенность. Нужно помнить, что у нас представитель идет как представитель не налогоплательщика, а представитель свидетеля. То есть доверенность должна быть от физического лица, нотариально оформленная и так далее. Но на самом деле в вопросе пускать или не пускать на допрос вашего представителя очень большую роль играет усмотрение инспектора. Очень часто бывает, что, например, доверенность оформлена хорошо или адвокат с вами тем более, но почему-то налоговый орган не хочет пустить вашего представителя на допрос и начинает придираться к доверенности. Вот такую ситуацию нужно устранять и сразу говорить, что без представителя допрос не состоится, представитель обязателен будет на допросе. Что если в данный момент у налогового органа возникает сомнение в полномочиях представителя, саму явку на допрос нужно будет подтвердить свидетелю вместе с представителем, оставить комментарий такой в письменном ходатайстве о том, что на самом деле явка состоялась, но не пускают с представителем на допрос и договориться просто о новой дате допроса, чтобы представитель пришел с теми полномочиями, которые удовлетворят все требования того или иного налогового инспектора. Но вот мы не рекомендуем, конечно, соглашаться на допрос без представителя, потому что это, во-первых, некомфортно будет и свидетелю самому, представитель будет следить все-таки за соблюдением прав налогоплательщика, попытается ему помочь на допросе, потому что, опять-таки повторюсь, допрос – это очень такая стрессовая процедура, и, так скажем, плечо представителя, оно всегда в помощь нашему свидетелю. Нужно понимать, что допрос у нас не дело добровольное. Если свидетеля у нас вызвали на допрос повесткой, то явиться на допрос – это обязанность свидетеля. Да, конечно, явка может быть неудобна в тот день и в то время, которое назначил налоговый орган, но, тем не менее, у нас свидетель всегда может попросить о переносе, мотивировав это. Или, например, если вы в отпуске находитесь или болеете в данный момент, вы всегда можете связаться с тем лицом, который вызывает вас на допрос и договориться о переносе. Обычно на нашей практике не возникало проблем с переносом допроса, если, конечно, он мотивирован. Поэтому, если вам по каким-то причинам нужно перенести, вы всегда перенести допрос, вы всегда это можете сделать, не стесняйтесь. Допрос должен проходить для вас комфортно, в комфортной обстановке, в удобное для вас время. Поэтому вы здесь, что называется, король вечеринки. Вы должны подобрать для себя те условия, в рамках которых вам будет комфортно давать показания в налоговом органе. Коллеги, очень хочется, чтобы вы поняли, что допрос – это специализированная процедура. То есть, когда вас налоговый орган просто так вызывает для представления пояснений, это законно, это имеет право на жизнь, и очень часто наши клиенты ходят, главный пугалтер, руководитель организации, дать пояснение налоговому органу. Но, если в конце данной беседы, в конце дачи пояснений, налоговый орган говорит о том, что мы с вами пообщались, давайте сейчас это все переложим в протокол допроса, это немножко незаконное действие. Потому что допрос – это процедура. Когда начинается допрос, у нас следитель должен понимать, что сейчас идет допрос, что это идет не просто обмен какой-то информацией с проверяющим своим инспектором или просто с представителем налогового органа. А что это именно начался допрос? Это специализированная процедура, которая начинается с того, что все друг другу представляются, с того, что происходит ознакомление с правами и обязанностями лица, который дает показания и так далее. То есть у нас следители должны понимать, что допрос начался, и сейчас идет допрос, а не какая-то иная процедура. Поэтому нужно отсекать такие уловки налогового органа. Если вас пытаются, так сказать, выдернуть вот так здесь сейчас на допрос, чтобы вы подписали протокол допроса, но вы при этом не осознавали, что идет процедура допроса, вот этого допускать нельзя. Соблюдайте, пожалуйста, стремитесь к тому, чтобы ваши права соблюдались налоговым органом. Это очень-очень важно. Почему допрос сейчас такое мероприятие, которому уделяют пристальное внимание? И налоговые органы, и сами налогоплательщики. Потому что протокол допроса – это очень-очень хорошее доказательство. И очень часто мы в судах, например, уже слышим от судей вот такие аргументы, что налогоплательщик, вы, конечно, говорите, что протокол допроса вашего сотрудника не соответствует действительности, и что-то в нем не так. Но если даже ваш сотрудник говорит о том, что подтверждает позицию налогового органа, какой же нам сделать вывод из этой ситуации? То есть у нас и суды, и налоговые органы очень любят протокол допроса, очень любят допрашивать собственных сотрудников налогоплательщика, поскольку это вот как бы добавляет такого психологического веса этому доказательству, кто, как не сотрудник налогоплательщика, обладает всей той информацией, которая соответствует действительности. Поэтому мы призываем еще раз, что к допросу нужно готовиться, нужно понимать, какие вопросы будут заданы в ходе допроса. И на самом деле налогоплательщик способен понять тот перечень вопросов, которые потенциально могут быть заданы свидетелю в рамках допроса. Потому что проверки не начинаются с проведения допросов. Проверки начинаются с запроса документов и информации. И уже по той информации, которую вас запрашивают в рамках требований, вы можете понимать, какие конкретно операции интересуют проверяющих инспекторов. И, соответственно, когда у вас вызывают свидетелей, которые задействованы, ваших сотрудников, которые задействованы в совершении тех или иных операций, вы уже можете понимать, какую информацию вам стоит поднять, освежить в памяти, по каким операциям вам следует быть готовым, давать ответы, давать пояснения и так далее. Но у нас на самом деле в проверку нам удалось выявить, так сказать, пул вопросов, без которых, можно сказать, сейчас не обходится ни одна налоговая проверка. Посмотрите, пожалуйста, на слайд. Это, так скажем, топ вопросов, которые сейчас налоговые органы задают. Ну, первое, конечно, что интересует налоговый орган, это деятельность компании в целом. Несмотря на то, что у нас, наверное, налоговый орган обладает всей той публичной информацией о налогоплательщике, которая доступна ему, но, тем не менее, налоговый орган всегда спросит о деятельности компании, о тех или иных конкретных операциях, которые осуществляет компания, у любого сотрудника. Касается этот сотрудник данной операции, не касается, все равно, скорее всего, налоговый орган спросит о деятельности в целом. Внутригрупповые операции. Если у нас речь идет о компаниях, которые относятся к международным группам, и они имеют внутригрупповые операции, которые влияют на расходы по налогу на прибыль организаций, это вот та тема, которая сейчас очень любит развивать налоговые органы в рамках налогового контроля, в рамках проверок, и очень детально спрашивает по внутригрупповым операциям. Если ваша компания имеет такие операции, точно ваша проверка не пройдет без того, чтобы исследовать эти операции и не провести допросы ваших сотрудников в отношении этих операций. При этом будет очень подробно спрашивать про оказанные услуги, про их результаты, про процесс оказания услуг, про то, кто принимал решение о том, необходима или необходима эта услуга компании в России и так далее. Но внутригрупповые операции – это вообще отдельная тема, очень интересная, наверное, достойная отдельного мероприятия, поэтому не будем сейчас останавливаться очень подробно на этой теме. Перейдем к следующим вопросам. Не стандартные операции. Не стандартные операции – это те, которые не присущи вашей основной деятельности. Если вы занимаетесь куплей-продажей продовольственных товаров, и вдруг у вас появилась операция по приобретению большой партии металла, лома. Это, кстати, как такая печальная история, но она из практики нашего клиента. Это не стандартная операция. Она в любом случае, если она еще и материальная для налогоплательщика, она в любом случае заинтересует налоговый орган. Бывает такое, что нестандартные операции появляются в жизни налогоплательщика. Будьте готовы представить по ним разумные объяснения. Они должны иметь деловую цель для налогоплательщика. Переходим к вопросам, которые касаются непосредственно наших свидетелей. Очень часто налоговый орган спрашивает у свидетеля про его роль в компании, его функционал, его должностные обязанности. И мы рекомендуем свидетелям, сотрудникам налогоплательщика, перед тем, как они собираются на допрос, нужно обязательно освежить в памяти свою должностную инструкцию. Мы все, конечно, очень хорошо понимаем наши рутинные обязанности, то, что мы делаем на ежедневной основе, но тем не менее, у всех у нас есть должностная инструкция, и четко нужно понимать, что входит в наши должностные обязанности, что входит в нашу компетенцию, а что нет. На что это влияет? Это поможет отсечь те вопросы свидетелю, которые не входят в его компетенцию, не входят в его должностные обязанности, потому что у нас свидетель должен отвечать только по зоне его ответственности. Он не может сказать за своего соседа, по офису, чем занимается этот сотрудник, и так далее, что входит в его зону ответственности, только в отношении себя. Налоговый орган обязательно спросит, кто принимал решение о той или иной операции, как происходил выбор контрагентов, и так далее. Это тоже тот вопрос, над которым стоит подумать, и чтобы ответ действительно соответствовал тому, что было в хозяйственной деятельности нашего налогоплательщика. То есть если у нас операции принимались коллегиально, об этом нужно сообщать налоговый орган. Если принимал руководитель организации решение о совершении технических операций, об этом тоже стоит говорить. Не стоит брать отдельно взятому сотруднику на себя, так скажем, не ответственность, здесь ответственности, конечно, никакой не будет, но вот показывать те полномочия, ту зону ответственности, которая к нему на самом деле не относилась. Очень часто налоговый орган спрашивает про ваших коллег и про их должностные обязанности, но мы помним, что мы отвечаем только про себя, каждый свидетель отвечает только про свою зону ответственности, поэтому если вас спрашивают про ваших коллег, вы должны сообщить налоговому органу, что вы не можете дать комментарии в отношении должностных обязанностей в ваших коллегах, функционала и так далее. Об этом стоит налоговому органу спросить напрямую у ваших коллег. Контрагенты. Безусловно, очень большая часть до сих пор до начисления у нас проходит по плохим контрагентам. И если вдруг оказалось так, что ваш контрагент оказался не таким хорошим, как вы предполагали, если какие-то есть установленные факты по недобросовестности контрагента, здесь уже будет включаться статья 54.1 налогового кодекса. И, конечно, налоговый орган будет спрашивать про таких контрагентов, про то, как принимались решения, про то, как коммуникация выстраивалась с этими контрагентами. К этому тоже нужно быть готовым. Особенности каких-либо операций, особенности сделок проектов. Мы понимаем, что налоговый орган не интересует та информация, которую он может получить из документов. Его интересуют такие детали, некие косвенные доказательства той или иной операции, реальности той или иной операции, совершение ее таким образом, каким налогоплательщик ее учел и так далее. Нужно быть готовым к представлению деталей по проекту, операции и так далее. Еще такой вот пункт интересный, заработная плата, премии. Тоже очень часто входят в пулы тех вопросов, которые налоговые органы задают налогоплательщикам. И тут, конечно, нужно понимать, как формируется ваша заработная плата. Если у вас премии, то за что эти премии предусмотрены. Если у вас политика есть специальная по премированию, ее, конечно, тоже стоит изучить перед посещением допроса налогового органа, чтобы представить налоговый орган ту информацию, которая соответствует действительности. Потому что рядовые сотрудники, конечно, очень часто у нас не задумываются над порядком формирования своей заработной платы, над порядком формирования премий и так далее. И могут дать здесь ложный ответ налоговому органу, чего бы нам, конечно, не хотелось. Коллеги, давайте с вами немножко поговорим про само поведение на допросе, как себя вести свидетелю. Очень важно помнить, что у нас допрос, это та процедура, где свидетель сообщает налоговому органу о фактах. Никакие домыслы, никакие слухи, предположения недопустимы. Если у нас свидетель не обладает информацией о фактах, об этом и нужно сообщать налоговому органу. И здесь нужно тоже уметь противодействовать налоговому органу, потому что на моей даже практике очень часто бывает такое, что свидетель говорит, вы знаете, этот вопрос не входит в мою компетенцию, я, к сожалению, не обладая информацией по данному вопросу ничего сообщить не могу. И тогда инспектор говорит, ну хорошо, вы точно не знаете, но может быть вы сделаете предположение, как вы думаете, как было. И вот этот момент нужно пресекать, конечно, и говорить, что у нас допрос, он касается фактов. Мы должны сообщить вам информацию о фактах, и мы не хотим вас дезинформировать, уважаемый налоговый орган. Еще раз повторюсь, что, конечно, необходимо знать свою должностную инструкцию. Если она у вас есть, это первый пункт вашей подготовки к допросу. Не делать каких-либо предположений. Мы помним, что сообщаем только о фактах. Говорить только о тех вопросах, о тех темах, о тех операциях, в которых вы непосредственно сами участвовали, и которые соответствуют вашим должностным обязанностям. Не бояться сказать, что если вы, например, в данный момент чего-то не помните, вопрос на самом деле касается вашей компетенции, касается ваших должностных обязанностей, ну, вы что-то забыли, потому что вспоминаем, да, что у нас проверка может касаться периода трехлетней давности на сегодняшний день, да, то есть вам придется вспоминать об операциях, которые случились три года назад, не только о том, что они существовали, но о деталях этих операций. Поэтому необходима и подготовка, да, к такого рода вопросам. А если вы в данный момент на допросе не можете ответить на этот вопрос, но чисто теоретически он касается вас, да, и в вашей зоне ответственности, вы не должны бояться говорить налоговому органу, уважаемый налоговый орган, я сейчас не помню, но у меня остались там записи, у меня осталась переписка, или я могу посмотреть информацию в архиве компании и так далее, да, и вернуться потом после допроса. Это делается, например, отдельными письменными пояснениями, которые может представить свидетель, либо же сказать налоговому органу, что это может быть повторный допрос и так далее. Варианты могут быть любые, главное просто найти ту информацию, которую вы забыли, и представить ее налоговому органу, как вы обещали, в рамках допроса. ФНС России в письме 2017 года, так сказать, даже, можно сказать, помогло, помогла налогоплательщикам, она, наша служба составила примерно перечень вопросов, которые могут быть заданы на допросе. Вот не лишним перед допросом, конечно, будет посмотреть этот перечень вопросов из письма Федеральной налоговой службы, чтобы еще больше подготовиться к такой сложной процедуре, как допрос. Коллеги, переходим к следующему мероприятию налогового контроля, которое также популярно у налоговых органов, это проведение экспертизы, статья 95 Налогового кодекса. Мы в своей практике, конечно, очень часто сталкиваемся с таким мнением, что если уж экспертиза назначена и проведена, то это железобетонное доказательство налогового органа. На самом деле, в такой позиции есть доля правды. Действительно, у нас заключение эксперта очень сильное доказательство. Мы помним, конечно, что ни одно доказательство у нас не имеет предустановленной силы, но тем не менее заключением эксперта традиционно доверяют и вышестоящие налоговые органы, доверяют суды. И какой вывод здесь должен сделать налогоплательщик? Что на самом деле, как только назначается экспертиза, а еще лучше потенциально, если налогоплательщик понимает, что по его вопросу может быть назначена экспертиза, готовится к этому заранее. У нас, наверное, сейчас общий комментарий ко всем мероприятиям налогового контроля, что налогоплательщик не должен сидеть спокойно и ждать, плыть по течению, когда его будут проверять и включаться уже где-то к суду ближе. Нет, у нас налогоплательщик должен включиться на самых ранних этапах и вести такой умный контроль за мероприятиями налогового контроля. То есть, чтобы у нас налогоплательщик держал свою налоговую проверку на собственном контроле, не ждал ее результатов. Переходим к экспертизе. Экспертиза тоже достаточно зарегулированное мероприятие налогового контроля. И тут нужно понимать, конечно, как правильно выстраивать стратегию поведения при назначении экспертизы. Давайте сейчас с деталями начинать разбираться, как будет происходить назначение экспертизы, как она будет проводиться и так далее. Во-первых, для чего она назначается? Когда налоговому органу не хватает каких-то специфических знаний для разъяснений вопросов, требующих специальных познаний. Ну, в налоговом кодексе это сформулировано как специальных познаний в науке, искусстве, технике и ремесле. Но понятно, что перечень вопросов намного шире. И очень редко, конечно, налоговый орган назначает экспертизу по вопросам ремесла или искусства. Чаще всего, конечно, более обыденные вопросы, например, относится тот или иной объект к категории движимого или недвижимого, какая рыночная цена была и так далее. Более-таки приземленные темы у экспертизы в налоговом органе. Вопросы, которые ставятся перед экспертом и которые потом выносятся в заключение, они должны быть в компетенции того или иного эксперта, который выбирает налоговый орган. То есть у нас экспертиза не должна выходить за рамки тех познаний, которыми обладает наш эксперт. И это тот пункт, который должен контролировать налогоплательщик. Очень часто налоговый орган, особенно в регионах, не находит эксперта, который бы на 100% обладал той квалификацией, которая нужна при решении того вопроса, который ставит перед ним налоговый орган. И делает скидку, можно сказать. Говорит, что, наверное, этот эксперт нам подойдет. Нет, тут должен включиться налогоплательщик и сказать, что этот эксперт не обладает специальными познаниями, которые необходимы в решении этих вопросов. И так далее. Мы очень подробно сейчас разберем права, которые имеет налогоплательщик при назначении экспертизы налоговым органам. Очень важно пользоваться этими правами. Экспертиза у нас это то мероприятие налогового контроля, которое назначается специализированным постановлением. И с этим постановлением должен быть ознакомлен налогоплательщик. Тут тоже есть свои тонкости. О них мы поговорим более подробно в дальнейшем. Заключение эксперта. Эксперт у нас, в принципе, праве либо дать заключение, либо отказаться от дачи заключения, поскольку, например, не смог ответить на вопрос эксперт. То есть эти вопросы тоже нужно контролировать, потому что очень часто мы сталкиваемся с тем, что по ходу заключения эксперт пишет о некой неясности для него вопроса, неоднозначности вопроса, но потом дает категоричное такое заключение по поставленному вопросу. Это тоже нужно отслеживать налогоплательщику, когда он работает с результатами экспертизы. Налогоплательщик имеет право возражать против назначения того или иного эксперта. Он имеет право предлагать кандидатуру другого эксперта, который, по мнению налогоплательщика, более квалифицирован в том или ином вопросе. Это тоже мы более подробно обсудим в правах и обязанностях, в правах налогоплательщика. Нужно понимать, что если экспертиза проведена, это не значит, что налоговый орган получил такое, можно сказать, железобетонное доказательство, с которым невозможно будет спорить в дальнейшем. Бывает такое, и сам налоговый кодекс предусматривает ситуации, когда у нас может быть проведена и дополнительная, и повторная экспертиза. Эти ситуации, они касаются, например, в частности, дополнительной экспертизы. Она будет назначена тогда, когда первоначальные экспертизы и заключения эксперта имеют какие-то неясности, неточности для восприятия, и требуются какие-то дополнительные вопросы, возможно поставить перед экспертами. Дополнительная экспертиза, она может быть назначена как тому эксперту, который проводил предыдущую экспертизу, так и другому эксперту. Повторная же экспертиза, это экспертиза в той ситуации, когда уже какое-то недоверие вызвал сам эксперт или его экспертное заключение, оно выглядит недостаточно обоснованным, и налоговый орган сам может принять решение о проведении повторной экспертизы. Конечно, нужно понимать, что таких случаев очень мало. Сам налоговый орган тратит деньги на проведение экспертизы, это тоже немаловажно. У нас налоговый орган не имеет неограниченного бюджета на проведение 10 экспертиз в рамках проверки одного налогоплательщика очень вероятно, очень сложно получить финансирование и одной экспертизы, поэтому проведение повторной и дополнительной экспертизы это скорее экстраординарные случаи. И если у вас в вашей проверке, в вашей экспертизе есть основания для проведения таких экспертиз, об этом нужно говорить налоговому органу, ходатайствовать письменно о том, что есть основания для проведения такой экспертизы. Коллеги, давайте теперь поговорим более подробно о правах налогоплательщика. С ними нужно быть очень внимательным, потому что они так и не существуют как декларации. Ими нужно активно пользоваться, и пользоваться так, чтобы оставались свидетельства в материалах вашей проверки. Соответственно, пользуемся своими правами в письменной форме, чтобы потом ссылаться на то, что вы предпринимали активные действия для того, чтобы ваша экспертиза была настолько достоверна, насколько это возможно. У налогоплательщика есть право заявлять отвод эксперту, если вы считаете, что он недостаточно квалифицирован, не обладает специальными познаниями. Либо вы считаете, что он уже скомпрометирован. Очень часто мы, например, мониторим судебную практику по тому или иному эксперту. Если уже суды отозвались об этом эксперте или о его заключении, скажем так, о заключении этого эксперта, что оно не очень обоснованно показалось суду и так далее, это обязательно нужно использовать. Вашу экспертизу должен провести максимально компетентный эксперт. У налогоплательщика есть право самому представить кандидатуру эксперта, который налогоплательщик считает наиболее квалифицированным. Конечно, это нужно делать обоснованно. Вы не можете сказать, что мне не нравится эксперт налогового органа. Вот я хочу, чтобы эксперт был тот, которого я выбрал. Нет. Мы мотивируем. Мотивировать можно единственно тем, чем это высокая квалификация вашего эксперта, большим опытом этого эксперта в проведении того или иного вида экспертизы. Поэтому, если вы уже решили, что вы будете просить о назначении другого лица в качестве эксперта, вы должны серьезную работу уже на этом этапе провести, чтобы исследовать рынок, исследовать кандидатуры соответствующие, посмотреть компетенцию. Компетенцию обязательно нужно подтверждать, конечно, документами о квалификации, об образовании экспертов и так далее. Знакомиться с заключением эксперта может наш налогоплательщик, и это ознакомление не должно пройти без результата. Если вы уже на данном этапе видите какие-то неточности, несовпадения, ответ на те вопросы, которые не ставились перед экспертом, это очень часто происходит, вы уже на данном этапе должны ходатайствовать о том, что это не очень обоснованное заключение. Просить ставить дополнительные вопросы, просить пояснить те вопросы, которые уже были поставлены, ответы на которые уже были даны в той или иной форме экспертам. Это все нужно делать письменно. Если, конечно, есть основания для повторной и дополнительной экспертизы, об этом тоже нужно мотивированного заявлять. При назначении экспертизы вас будут знакомы с постановлением о назначении экспертизы. Очень важно здесь указать налоговому органу, что вы собираетесь представить свои возражения на это постановление, потому что в постановлении пересчисляется и кандидатура эксперта, и вопросы, которые будут поставлены перед экспертом. Поэтому, если вы собираетесь в дальнейшем говорить о кандидатуре другого эксперта, о дополнительных вопросах, вы в рамках ознакомления уже с постановлением о назначении экспертизы должны зафиксировать, что вы будете в дальнейшем представлять свои возражения, будете пользоваться своими правами, предусмотренными налоговым и кодексом, подумайте над переченью вопросов для эксперта, подумайте над его кандидатурой и так далее. Помним, что дополнительные вопросы нужно и можно ставить перед экспертом. Лучше вас, ваши операции, ваши объекты не знает никто, поэтому, если вы считаете, что какой-то вопрос не был покрыт тем перечнем вопросов, которые поставил налоговый орган, обязательно поставьте свои вопросы. Кстати говоря, постановка дополнительных вопросов – это тот шаг, на который чаще всего идет налоговый орган, потому что заменить эксперта – это очень редко встречается на практике, что налогоплательщику удается убедить налоговый орган в том, что кандидатура эксперта не подходит. А вот дополнительные вопросы – это как раз то, что очень часто налоговый орган принимает и включает дополнительный вопрос налогоплательщика в вопрос эксперту в постановлении о назначении экспертизы. Нужно помнить, что у нас налогоплательщик может присутствовать при проведении экспертизы, по ходатайству по своему, и может давать объяснение при проведении экспертизы эксперту. Об этом тоже можно просить налоговый орган. Ну, конечно, у налогового органа есть право как отказать вам, так и ваше ходатайство удовлетворить, но тем не менее для нас важно то, что налогоплательщик предпринимает активные действия в рамках назначения экспертизы, в рамках оспаривания результатов экспертизы, в рамках обсуждения вопроса по кандидатуре эксперта, потому что потом, когда ваш, возможно, спор пойдет дальше на уровень вышестоящего налогового органа, на уровень суда, суд будет смотреть, какие вы действия предпринимали. Вы сейчас только начали спорить с заключением эксперта, либо же вы были активным налогоплательщиком и начали спорить еще тогда, и были не согласны еще тогда. Очень часто суды говорят о том, что у нас налогоплательщик не предпринимал активные действия по оспариванию, например, заключения эксперта на досудебной стадии, и начал делать это только в суде. Это негативным образом сказывается на позиции налогоплательщика в суде, поэтому мы все свои, осуществление всех своих прав в рамках экспертизы фиксируем письменно, чтобы это все осталось в материалах проверки. Коллеги, на этом слайде мы отобразили настолько детально, насколько это возможно, порядок назначения экспертизы, порядок действий налогоплательщика. Мы его так уже затронули в большей части в рамках обсуждения предыдущего слайда. Давайте так повторимся для закрепления, что у нас налоговый орган обязан ознакомить налогоплательщика с постановлением о назначении экспертизы. И здесь налогоплательщик у нас не обязан здесь сейчас выдавать все возражения, все свои идеи, почему он не согласен с кандидатурой эксперта, либо с вопросами. Нет, у нас налогоплательщик знакомится с этим постановлением и указывает, что он собирается воспользоваться теми правами, которые предусмотрены в статье 95 Конституции, собирается поставить перед экспертом свои вопросы, ходатайствовать об этом, по крайней мере. Возможно, предложить кандидатуру эксперта другую и так далее. Важно сфиксировать, что вы не просто познакомились со всем согласно, что вы будете изучать это постановление и вернетесь со своими комментариями. Когда мы делаем домашнюю работу над постановлением о назначении экспертизы, мы должны хорошо проанализировать кандидатуру эксперта, собрать всю имеющуюся в публичной сфере информацию, об эксперте, о его квалификации. Если налоговый орган вам не представил документ о квалификации эксперта, это нужно запросить в письменной форме и так далее. Если собираетесь предложить кандидатуру своего эксперта, опять-таки, мотивированно это делаем, как мы обсуждали в рамках предыдущего слайда. Если необходимо, ставим дополнительные вопросы. После утверждения кандидатуру эксперта, ну, конечно, в 80% случаев это будет тот эксперт, которого выбрал налоговый орган, необходимо проходатайствовать перед налоговым органом о том, что вы собираетесь присутствовать во проведении экспертизы для того, чтобы давать дополнительные комментарии эксперту. Это право налогоплательщика. Иногда налоговый орган удовлетворяет это ходатайство. Опять-таки, повторюсь, это право налогового органа, не обязанность удовлетворять такое ходатайство, потому что многие виды экспертиз, в принципе, не требуют присутствия налогоплательщика, не требуют каких-то пояснений. Но если у вас возникнет вдруг ситуация, что в заключении потом эксперт напишет, что ему не хватало каких-то документов или каких-то комментариев, пояснений со стороны налогоплательщика, Это ваш шанс сказать, что вы вообще-то собирались и присутствовать, и давать свое пояснение, но налоговый орган не представил вам такой возможности. Вообще в ходе назначения и проведения экспертизы старайтесь максимально полным коммуницировать и с налоговым органом, и с экспертом, делать это все в официальном порядке, письменно. Если вы представляете какую-то информацию, чтобы налоговый орган вдруг вам даст контакт, эксперты, почту, эксперта, чтобы эти письма носили официальный характер, вы можете ставить в копию налогового инспектора и так далее, чтобы та информация, которая передается налоговый орган или эксперту, она была и у эксперта, и у налогового органа. Чтобы у нас не было какой-то скрытой коммуникации, например, у налогоплательщиков с экспертом. Это негативно скажется потом на самом, наверное, налогоплательщике, если вдруг вопросы будут к обоснованности заключения эксперта. После получения заключения эксперта мы также с ним внимательно работаем, смотрим его обоснованность, полноту, те материалы, с которыми работал эксперт и так далее. Соответствуют ли ответы на поставленный вопрос тем выводам, которые делал специалист по ходу заключения и так далее. Потому что всякие кейсы бывают. То есть нужно внимательно изучать само заключение, а не только его финальной странице, где идут ответы на поставленные вопросы. Нужно помнить, что даже некое негативное заключение это не финал. Мы можем работать в дальнейшем над позицией, мы можем просить рецензии, вернее не просить, а заказывать сами рецензии на заключение эксперта. Можем в непроцессуальном порядке попросить провести экспертизу. Это уже инициатива налогоплательщика, когда сам налогоплательщик вступает заказчиком той или иной экспертизы. Если у нас эксперт был оценщиком и является членом саморегулируемой организации оценщиков, то заключения не могут проверяться. И саморегулируемая организация может проводить экспертизы заключений оценщиков, то есть отчетов об оценке. Это специализированная процедура. Если это так, то этим можно пользоваться. Мы этим на практике очень часто пользуемся. Следующий слайд посвящен сравнению эксперта и специалиста. Потому что на первый взгляд кажется, что вроде бы и специалист привлекается по тем вопросам, по которым у налогового органа не хватает познаний. Но в чем же разница? У нас вроде такие похожие статусы у эксперта и специалиста. Статьи разные, полномочия разные у эксперта и специалиста. Права и обязанности у налогоплательщика тоже в этой связи разные. У нас на самом деле специалист привлекается в рамках налогового контроля совсем по-другому. Если у нас речь идет об экспертизе, то мы с вами уже проговорили и помним о том, что у нас экспертиза назначается постановлением инспектора, который проводит налоговую проверку. Соответственно, специалист привлекается у нас на договорной основе. То есть никакого специализированного постановления не выносится налоговым органам. Если он решает, что необходимо участие специалиста в проведении мероприятий налогового контроля, он его привлекает на договорной основе. И, к сожалению, налогоплательщик об этом не узнает заранее, как если бы это была экспертиза. Потому что об экспертизе налогоплательщик всегда знает. Мы помним о том, что у нас налогоплательщик может пользоваться всеми теми правами, которые предусмотрены в статье 95 Налогового кодекса. Вот, к сожалению, таких же аналогичных прав в статье 96 Налогового кодекса при привлечении специалиста наш налогоплательщик не имеет. То есть, во-первых, помним, что он, скорее всего, узнает о том, что был привлечен специалист только уже после привлечения этого специалиста. Может быть, только при получении акта выездной налоговой проверки или камеральной налоговой проверки. Такое тоже может быть. Соответственно, да, то есть уже как бы даже по времени, то есть у нас налогоплательщик включится там в процесс, возможно, оспаривания, да, немножко позднее, чем как при проведении экспертизы. Самое важное отличие эксперта от специалиста – это то, что один из них имеет право давать заключение по поставленным вопросам. И это только эксперт. То есть только после работы эксперта у нас может появиться такое доказательство, как заключение эксперта. Специалист, он может делать какие-то заключения, но статуса заключения специалиста само доказательство не получит. Да, у нас налоговый кодекс не предусматривает, что у нас специалист будет давать заключение по поставленным вопросам. Но такое, к сожалению, нередко происходит на практике. Вот даже там мой собственный опыт показывает, что иногда налоговые органы пытаются подменить эксперта специалистам. Это делается, во-первых, из-за быстроты привлечения специалистов, да, тут не нужно не знакомить налогоплательщика с постановлением о назначении экспертизы, не соблюдать права налогоплательщика, которые предусмотрены в 95-й статье. Нет. Тут все делается в упрощенном порядке, на договорной основе привлекается специалист, налогоплательщик узнает об этом чуть позже и так далее. Но при этом специалист выразит какое-то некое свое мнение, может быть, даже подпишет заключение. Например, на моей практике было такое, что специалист подписал заключение специалиста. Да, и мы потом в суде оспаривали это заключение и выиграли только в конституционной инстанции по данному вопросу. Ну, вот я ради интереса смотрела практику на текущий момент, может быть, она поменялась, нет. До сих пор есть судебные дела, в которых суд полагается на такое доказательство и принимает его в качестве допустимого. То есть с этим нужно начинать бороться еще на досудебной стадии обжалования решения или акта налогового органа, чтобы смотивировать налоговый орган уже на данном этапе отказаться от этого доказательства заключения эксперта, поскольку оно, заключение специалиста, прошу прощения, потому что оно не предусмотрено налоговым кодексом. И с заключением эксперта тут все понятно, да, оно предусмотрено статьей 95 налогового кодекса, и если с ним все в порядке, оно обосновано, это допустимое доказательство. С точки зрения заключения специалиста, с точки зрения прав, да, это недопустимое доказательство. Но все же, вот как я уже сказала, повторюсь, все же еще существует такая судебная практика, где суды рассматривают такое доказательство и допускают, что оно может быть допустимым доказательством с точки зрения АПК. Коллеги, переходим к оставшимся двум мероприятиям налогового контроля. Да, они у нас последние в презентации, но это не значит, что они не важны. На самом деле они тоже достаточно важны и очень часто сейчас используются налоговыми органами. Это у нас осмотр и это выемка. Что про них нужно знать? В целом в чем цель у налоговых органов, когда они проводят осмотр? Они хотят посмотреть, есть ли у вас имущество, есть ли у вас оборудование, что же у вас происходит в деятельности. Цель выемки это когда-либо вы не выдаете какие-то документы и игнорируете налоговый орган, когда он отправляет вам требования и они уже разозлились и идут к вам с выемкой. Либо у налогового органа есть подозрение, что у вас могут быть какие-то доказательства, которые вы можете скрыть или желание получить какие-то косвенные доказательства. Скажем так, противоправной деятельности налогоплательщика, и вот тогда они приходят с выемкой. Давайте разбираться по отдельности. Осмотр. Достаточно рутинное мероприятие, используется налоговиками достаточно часто. Что нужно иметь в виду? Обязательно. Это мероприятие, которое проводится после того, как его назначит руководитель или заместитель налогового органа. Есть основания для проведения осмотра. Приходит налоговый орган, информирует о том, что будет осмотр. По итогам составляется протокол, в осмотре участвуют понятые. Что важно иметь в виду? На практике очень часто налоговый орган, особенно если еще для осмотра привлекается, например, специалист или эксперт участвует в осмотре по каким-то вопросам, налоговый орган пытается в процедуру осмотра еще добавить немножечко допросов. Например, люди, которые сопровождают со стороны налогоплательщика процедуру осмотра, или эксперт, или сам налоговый орган задает вопрос и пытается получить ответ. Вот тут нужно четко пресечь, скажем так, инициативу налоговых органов. Имейте в виду, что допрос это допрос, осмотр это осмотр. Поэтому нет необходимости и обязанности отвечать на все вопросы налогового органа или эксперта во время допроса. То есть если есть пул вопросов, которые интересуют проверяющих или эксперта, попросите задать их отдельно, чтобы у вас не было стресса, не было какого-то недопонимания, к чему эти вопросы относятся. Осмотр это все-таки именно действие по осматриванию того или иного имущества. Это следует иметь в виду. Что касается выемки. Это то мероприятие, которое сейчас происходит достаточно часто. Что надо иметь в виду? Написано у нас в налоговом кодексе, что обязательно должно быть мотивированное обоснование, почему необходимо производить выемку. Но, к сожалению, на практике сейчас вот эта мотивированность, она немножко пропадает в действиях налоговых органов. И обычно это выглядит так. Вам звонят в дверь и говорят, тук-тук, я налоговый орган, я с выемкой, открывайте дверь. К этому, скажем так, если вот, например, к осмотру можно подготовиться, и налоговый орган заранее предупреждает, что они придут, в такое-то время будут осматривать объекты, то с выемкой это именно элемент неожиданности. Поэтому это нужно иметь в виду и уж точно не препятствовать налоговому органу во время контроля, когда запрашивают у вас документы и информацию. То есть, если вы систематически игнорируете требования налоговых органов, не отвечаете на вопросы, куда-то прячете документы, что-то перевозите. Для налоговых органов это такой триггер, это звоночек, нужно прийти с выемкой. Поэтому старайтесь все-таки не игнорировать требования, чтобы выемка к вам не пришла. Очень часто, когда приходят с выемкой, первое, о чем думают налогоплательщики, это у меня сейчас соберут какие-то документы. К сожалению, документы сейчас особо не интересуют налоговые органы, потому что, как они говорят, мы-то знаем, что документы-то у вас есть, в них все написано, а мы хотим посмотреть что-то другое, что у вас на практике. Что пытаются в первую очередь изъять? Информацию, которая хранится у вас в ноутбуках, в жестких дисках, ваша какая-то внутренняя переписка. Это то, что... И опять же, вот есть требование, что нельзя изымать то, что не относится непосредственно к проверке. Но во время, например, изъятия, мы с вами живем в век цифровых технологий, пристальное внимание тому, что у вас хранится на ваших компьютерах, на ваших серверах, на ваших базах данных. Что говорят налоговые органы? Мы хотим посмотреть, а что же у вас, скажем так, какой есть бэк-офис тех ваших операций, которые вы проводите. И, соответственно, для этого проводят выемку. Поэтому к выемке нужно относиться серьезно, и в целом просто понимать, что такое мероприятие может быть. И, соответственно, вы должны понимать и информировать ваших сотрудников, что и где можно хранить и в каком формате. Потому что, как показывает практика, абсолютно безобидная переписка между сотрудниками может быть истрактована налоговым органом, как понимание налогоплательщика о том, что контрагент, например, был не очень хороший. Вот, например, у меня на практике был случай, когда у налогоплательщика сделали выемку, и в переписке между отделом закупки и юристами проскользнул вопрос, а как ты думаешь, что бы у них еще попросить, чтобы получился хороший комплект документов? То есть вот такая безобидная формулировка в тексте переписки, она послужила таким триггером для налогового органа. Поэтому это нужно иметь в виду. Итак, что же ищет налоговый орган? Ищет переписку. Это та находка, которую он потом будет очень тщательно анализировать. И если раньше этому не уделялось такого большого внимания, то сейчас это действительно хит. То есть налоговый орган действительно сидит и очень внимательно читает сотни и сотни документов. Это касается не только налогоплательщиков, российских налогоплательщиков, это также касается международных групп компаний, которые ведут переписку со своими материнскими компаниями, со своими хед-офисами. Точно так же все анализируется, внимательно рассматривается под лупой, и из вот такой переписки пытаются сделать какие-то выводы. Например, если мы говорим про расходы на оказание услуг материнской компании и группы, то какие-то английские термины, например, recharge, воспринимаются налоговым органом. Ага, это на самом деле никакое не оказание услуг, а это просто перевыставление каких-то расходов. Откажем в них. Поэтому вот это нужно иметь в виду. И должна быть такая культура гигиена переписки, чтобы люди действительно писали то, что касается бизнеса, а не все подряд. Что еще находят во время выемки? Это может быть информация о ваших контрагентах. Не очень хорошая и та информация, которой у вас не должно быть. Например, печати, электронные ключи, какие-то доверенности, что-то еще, что говорит о том, что ваш контрагент на самом деле не является самостоятельным юридическим бизнес-подразделениям, что это ваша, скажем так, марионетка. Это тоже нужно иметь в виду. Это, соответственно, не то, что должно храниться в вашем офисе. И, в принципе, такого у вас быть не должно. И, соответственно, что еще находят? Опять же, анализируя информацию цифровую, это какие-то таблицы, сличительные ведомости, какие-то разработки, которые касаются, опять же, того, как представить информацию, что у вас есть какие-то контрагенты. То есть это тоже обязательно нужно учитывать, что налоговый орган действительно проверяет очень и очень внимательно ту информацию, которую он изымает. Поэтому это нужно иметь в виду. Сразу скажу, что сейчас очень тяжело оспаривать постановление о назначении выемки по каким-то формальным основаниям. Вот, например, тоже лет 8 назад было достаточно много судебных процессов, где налогоплательщики пытались поспорить с налоговым органом о том, было ли обоснованным делать выемку, или таких оснований не было. И были даже там случаи, когда действительно суд говорил, ну, тут не было оснований делать выемку, налоговый орган, зачем вы это делали? Сейчас, к сожалению, вот эта практика, она не в пользу налогоплательщиков, даже если есть какие-то процессуальные шероховатости со стороны назначения выемки налоговых органов, но по итогам этой выемки действительно налоговый орган ушел с богатым уловом и с какими-то железобетонными или не совсем железобетонными доказательствами, но которые бросают тень на деятельность налогоплательщика, следует иметь в виду, что очень трудно будет оспорить результаты выемки именно по процессуальным вопросам. Поэтому это надо иметь в виду и даже в принципе не тратить свои силы и время на оспаривание таких вещей, если вы понимаете, что там есть что-то хуже, надо работать уже с содержанием, что изъяли и как вы это можете опровергнуть, если можете опровергнуть. Коллеги, спасибо вам огромное за внимание. Мы очень надеемся, что контент, который мы сегодня с вами обсуждали, будет вам полезен, будет применим в вашей бизнес-деятельности. Если у вас есть какие-то вопросы, связанные с мероприятиями налогового контроля, с тем, как лучше поступить, пожалуйста, обращайтесь, мы будем рады ответить на любые ваши вопросы. Коллеги, я тоже очень рада вас поблагодарить за участие в нашем интереснейшем мероприятии. И мы, наверное, должны приспосабливаться к тем реалиям, которые нам преподносят действительность. Мы все так постепенно начали переходить в онлайн-режим, и чтобы вот это время, оно не проходило зря, возможно, вы запланировали какие-то обучающие мероприятия для ваших сотрудников, или хотели бы, чтобы они посвятили какому-то интересному налоговому опросу свое время. Пока они сидят в онлайне, то мы бы были рады предложить вам провести мероприятие онлайн, наш семинар по допросам в налоговом органе. Там очень много интересных тем, очень много подводных камней, которые мы, к сожалению, сегодня в режиме нашего мероприятия не успели с вами обсудить, но очень хотели бы обратить ваше внимание на данные темы, на данные подводные камни. Если вы для себя примете решение, мы будем рады провести для вас данный семинар в онлайн-режиме, в режиме вебинара и так далее. То есть мы тут очень гибкие в отношении порядка проведения этого семинара. Давайте не болеть, и давайте с пользой проводить то время, которое мы будем в онлайне. Спасибо за внимание. Спасибо, коллеги. Супер.